всем привет у микрофона кабе и это видео по первому старкрафту и в общем оно посвящается тому что в продолжении видео сделавшим по островному старкрафту я решил сыграть на островах с одним из своих знакомых и сразу скажу что видео будут проблемы с фпсом так записалась первая игра к сожалению я решил все равно вам ее показать но если вас очень сильно напрягает то можете просто скипнуть я выбрал по одной игре за каждую расу мы сыграли несколько матчей подряд эта карта спаркл которая игралась на а сал по ней соответственно тоже было видео недавно и может быть есть смысл погромче сделать звук там и собственно вы о ней уже в общих чертах знаете но я на ней еще ни разу не играл и мой товарищ на ней тоже ни разу не играл из-за этого у нас возникло несколько смешных ситуаций несколько смешных ситуаций возникло из-за того что у меня на почве ладдера уже starcraft 2 головного мозга успел развиться с ремастер турнира ну короче вообще немножко стыдно все это показывает но первый starcraft просили но и вообще я так подумал что посмеяться над собой это иногда тоже полезный перк так что ничего страшного посмотрим и мой оппонент это игрок уровня где-то 1800 за расу протос со специализацией на пвз но в этой игре он играет за рандом соответственно я не знаю какой у меня матч-ап карта спаркл если вы вдруг не смотрели видео или не особо вникали это островная карта здесь четыре стартовых локация я когда играл у меня на втором мониторе были была открыта схема карты поэтому я знал куда лететь более-менее и здесь такая хитрая фишка что на мэне есть три локации вернее две с половиной потому что на одной из них три минеральных кристалла второй газ закрыт разрушаемым зданием то есть нельзя сразу на халяву два газа получить а третий газ я вообще не знаю как он работает тупо не понял как он работает вроде бы он открыт только для зергов но что-то зерги тоже его не всегда могут собирать ну короче честно я так и не понял за все наши игры можно ли вообще собирать третий газ но когда я начинал игру я был уверен что можно я конечно заранее ничего не проверил в кастомках подумал что и так сойдет как раз у меня на твиче канале недавно такой смайлик появился и так сойдет так что поскольку эта игра транслировалась на твиче я мог его потом поставить ну и соответственно я играю просто через двенадцатую хату с газом и готовлюсь ну во первых узнать какая раса у моего соперника с этим вторым газом тут интересный момент потому что газ поставить в это здание можно я не знаю как этого редакторы умудрились так сделать а собирать его нельзя пока здание не разрушишь такая вот история я кстати опять же думал что можно будет собирать ну короче по ходу серии узнал много нового я чё-то не помню точнее не заметил сейчас на миникарте потому что следил за экраном и за собственной речью но у меня есть подозрение что по-моему к этому моменту это нейтральный хайв я уже увидел раз у соперника увидел его летящего оверлорда но если нет в любом случае в самое ближайшее время я узнаю что играю именно против зерга у меня делается хайв да вот я наконец-то понял что это нейтральный нейтральное вот это здание лечу на его основное здание искать и у меня здесь были разные в целом идеи как играть но само собой в первую очередь я должен был узнать матчап потому что от матчап очень сильно зависит то есть если там протас я обязан получить с курдже и как-то там через дропы гидры играет чтобы занимать острова если там террин то я должен играть в муту да я хотел поставить макро хату видите у меня то газ есть но оказывается внезапно добывать его не могу вот поэтому я начал дронами атаковать потом подумал что на самом деле проще санку поставить ей разбить ну короче так немножко сумбур но и вот я прилетаю к сопернику и понимаю что он зерк и тут у меня ну я чуть раньше опять же напомню видел оверлорда уже тут у меня возник коварный план я подумал что играть в муту это конечно все понятно но это немножко скучно и поэтому я попробую удивить соперник он не знает как играть на островах и соперник который не знает как играть на островах но он наверное думает чё там но наземные юниты мне не нужны да я построю муту и буду харасить до потери сопротивления я кстати санку так и не поставил хорошо что проще собак заказать и имя разбить а самое главное план то план то в чем план в том что я хотел кинуть нидус я подумал что я кину нидус и собаками его сожру и вот так будет креативно но у меня в голове случился абсолютный коллапс потому что я совершенно забыл как вообще работает нидус в первом старкрафте на какой стадии он делается забегая вперед скажу что делается он на стадии хайва вот но самое главное в какой-то момент почему-то мне показалось что я обязан поставить два нидуса то есть отвести рабочего на оверлорде туда то есть понятно что мне нужен vision как бы да он и во втором старкрафте нужен ну короче запутался я конкретно но посмотрим пока первое что я понял это что ни с какой гидрой я тут прикрыться не успеваю но я от мута я видел тайминг шпиля и поэтому при спокойно отбиваюсь четырьмя спорками и на данный момент для моего соперника как выглядит эта игра да но что-то соперник поставил две базы застроился спорками он собирается играть в позднюю муту у меня правда квинзнест и возможно я мог его спрятать получше вот в углу на третьей базе например но не факт что он вообще заметил понял и в любом случае я бы ожидал ну тогда наверное типа это выход в плагу и к тому же я действительно ставлю defiler mount почему ставлю то что я понимаю что на самом-то деле это конечно все круто да там но он не даст мне просто взять построить нидус построить кучу собак прибежать и убить потому что пока я буду доживать до всего этого меня благополучно убьют мута рисками и мне нужен defiler defiler кидает плагу в муту мута то стечится обычно поэтому она получает огромное количество урона да и мой соперник явно не вдупляет как работает карта ну вообще мы собирались поиграть на островах еще в субботу я вот тут пытаюсь разобраться как работает этот газ ведь разбил вроде здания вот это здание не разбивается этот кристалл ну короче я так и не понял как его собирать ну ладно я к тому что я заранее кинул схему карты вообще он мог полюбоваться посмотреть изучить поинтересоваться что-то пошло не так я решил что пора сбить разбить нейтральный хайф на самом деле этот нейтральный хайф стоит на отдельном острове но я это далеко не сразу догнал вот и здесь у меня готова скорость на переноску овером я делаю скорость апгрейд на скорость овером я делаю апгрейд на переноску почему потому что я забыл про то что я могу не до скинуть поставив дома также точно как во втором старкрафте только что на крип и я подумал что я должен вести туда дрона и поэтому я сижу теряя время делают этот апгрейд и короче вот так вот все странно и глупо получается но с другой стороны у меня да вот я вижу что он оказывается не поставил даже вторую базу этим овером я хотел дать себе vision я потому что видите там же в уголок мог бы не да сбросить туда где третья база но моего овера нашли убили и следовательно не получится план мой коварный реализовать поэтому я готовлюсь пока что защититься от муталисков с помощью плаги и может быть дарк сворма но в любом случае нужен консьюм и я понимаю что мне придется ставить гидродемп потому что я уже в красном лимите но ему то мне так быстро жизни не даст тому же соперник сейчас займет второй газ но я тем не менее подстраиваю лингов я все-таки готовлюсь реализовывать наконец-то свой затянувшийся план затянувшийся исключительно по моей вине потому что я вроде и думал как я там буду играть но честно говоря я совершенно не ждал что мы будем играть zvz я думал что он поставит своих протасов а я просто сыграю против них всеми разными раз всеми разными расами ну а по итогу я тут что-то импровизирую на ходу конечно дрон не поставят колонию естественно это же первый starcraft удобный отзывчивый интерфейс спасибо большое этим временем не дус на второй базе по кому то листки там развлекаются и видите я сажаю дрона и готовлюсь лететь на вот этот вот хайф и почему-то что-то вот мне в голову ударила и я короче решил что этот хайф находится на его острове поэтому я сейчас стратеж не кину туда не дус и ворвусь собаками ну в общем пока что я успел сожрать пару лингов кидаю плагу на все всех его муталисков через очень короткий промежуток времени они останутся без хп а у меня пока есть энергия кинуть swarm и мои гидролиски для мута неуязвимы даже два гидролиска от с пачки плажины этой муты очень легко отобьются и я в итоге вот так вот красиво защищаю свой main технологичными буквально пары юнитов прикрываю третью базу высаживаю дрона до начинаю тут строить нидус с тридцать пятого раза попадаю по ход кейм смотрю сколько он вообще стоит да ну и ставлю его наконец-то и видите то есть я поставил один нидус тут и один там да мне что-то ударило в голову я решил короче что они соединятся между собой на самом деле это не так но в этой игре это будет уже не важно потому что прилетает новая мута у меня две базы я накидываю опять плагу здесь спорочка на нее плага тоже попадает но мута сдохнет быстрее у меня есть гидролиск я готовлюсь еще раз защитить его с вормом что-то тут пошло не так но это уже не важно потому что соперник просто сдается и выходит из игры и так и не узнал в этой игре что из одного нидуса в другой собаки бы не поехали хотя я уже успел нажать на него вот такая вот странная дурацкая игра вот что бывает когда начинаешь играть на карте толком не изучив ее особенности но слава богу это все равно привело к моей победе ну а дальше давайте смотреть другую мать чап